В спорткомплексе «Энергия» в Иванове проходят крупные соревнования по олимпийскому виду тэквондо, спорта киада молодежи России и первенства Центрального федерального округа. За титул победителя борются юниоры. Всего в соревнованиях принимает участие более 200 человек из 12 регионов страны. Многие спортсмены, которые к нам приехали, и наши спортсмены, уже выступают во взрослом, то есть по возрасту без ограничений. Поэтому можно сказать, что собрались ведущие спортсмены Центрального федерального округа. В их числе победители и призеры первенств мира, чемпионатов России, первенств Европы. То есть состав участников довольно сильный. Среди участников соревнований нет начинающих. Это в основном ребята, которые занимаются тэквондо минимум 7-8 лет. В честь региона будет отстаивать Евгений Боев, член сборной России среди юниоров этого года. Я занимаюсь давно, 9 лет. Недавно мы ездили в Грецию, там мне удалось заявать третье место. Проиграл я до первого балла. Ну, не хватило совсем немного. Но у меня есть почевка на первенство Европы. И можно будет поехать туда. По итогам соревнований в Иванове определится состав участников первенства России и четвертой летней спартакиады молодежи России по тэквондо. Важность момента – накладывать отпечаток. Спортсмены волнуются, но стараются сделать все возможное. Сейчас у меня был первый бой. И смоленский мальчик. Сначала у меня что-то не получалось. Потом во втором раунде уже собрался. Все получилось. Сейчас будет второй бой, уже будет важнее намного. Мальчик пятикратный чемпион России. Первенство Центрального федерального округа Иванове проходит не первый раз. Высокий статус соревнований, большая ответственность для судейской бригады. Поэтому результаты выступлений спортсменов оценивает электронная судейская система. В экипировку спортсменов встроены чипы. Все, как на Олимпийских играх. Баллы выставляет сама электроника. То есть, когда есть точный контакт и усилие соблюдается, за удар в корпус ногой 2 балла, в голову 3 балла. С вращением электроника оценивает в корпус 4 балла, в голову 5 балла. Кроме того, в ходе соревнований ведется видеозапись. При возникновении спорных моментов судьи имеют возможность пересматривать выступление того или иного участника и объективно оценивать ситуацию. Львовь Почерникова, Анатолий Логинов, РТВ Иваново. Анатолий Логинов, РТВ Иваново.